Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество проходить 7 R Civilization 6 за Грузию, с условием, что я обязан всем объявить войну и победить только военной победой. Ну, традиционно обратите внимание на прикрепленные комментарии, там есть и ссылка на первую серию, где вы сможете найти, например, сейв первого хода и вместе со мной пройти эту же карту, а также есть ссылка на рейтинг цивилизации, где я рассказываю, чем хороша или плоха Грузия. Ну и вообще, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше смотреть с самого начала. А вот спонсоры канала, которые меня поддерживают всячески, сразу все серии видят сразу в вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, и давайте уже заканчивать эту вот бессмысленную, неинформативную фигню, которую я говорил, и к игре, собственно, перейдем. Итак, темный век, для Грузии мы никого не встретили, я вот думаю, исход евангелистов попробовать, все-таки я точно буду основывать религию, прям 100%, и буду распространять, потому что городов маловато. Вы знаете, наверное, да, исход евангелистов надо брать, потому что это целых два очка, район я тоже буду строить, но это одно очко, тут все по одному очку, озарение и здание для науки, нет, давайте исход евангелистов. Грузинские евангелисты будут помогать распространять религию. Так, тут, наверное, стоит добить, причем, скорее всего, вот этим воинам, потому что он сразу уровень получит тогда. Да. А этим я даже сюда подойду, ну тоже, чтобы атака с флангов была. Так, тут мы камень ускорили, сначала орошение все-таки открою, а потом каменную кладку. Стены нам тоже нужны, лук пока не открываю. Так. Читать ли мне еще проект? На религию, я вот думаю. Блин. Или... Черт. Или... Так, а на еду 10 ходов? Нет, долго, по идее. Убирует узолоченность. Все. Я думаю, может, все-таки поселенца сделать. Как-то два города совсем мало на божестве играть. А с другой стороны, мы первую религию... ...получим. Точно никто еще священные местные са... Они почему-то в науку все ломанули. Это, кстати, интересно. Ну, я, видите, поставил максимально агрессивные цивилизации, они в науку не особо. Так, а почему... А почему у меня рабочий сюда идет? А, тут этот чувак мешался. Точно. Блин. Знаете, я думаю, мне надо будет еще и с Айтхай воевать, скорее всего, и захватывать просто. Конечно, тяжелое место, но Айтхай, видимо, надо будет захватывать. Тбилиси и горе. Так, я орошение открою. Я сюда шел... Мне надо тут вырубать лес и священочку ставить. Ладно, давайте, наверное, этим пойдем... Мне только отсюда. Потому что я с священником ходу сюда встану. Пойдем постепенно к чаю, а потом, может быть, и этот камень соберем. Блин, наверное, все-таки давайте уже... Блин, сколько он добавляет, этот проект? 15 очков, да? Так, у меня вход плюс один. Мне надо 60. Наверное, все-таки давайте... Или поселенца. Ну, я первый иду в религию. Я не думаю, что она от меня куда-то денется. А вот затормозив с развитием, у нас будут проблемы. Так, Магнус в городе. Кстати, можно будет вот этим как раз вырубить лес. Давайте я, наверное, вот сюда прям пойду вырубать лес. Именно под Магнусом. Раз уж мы уже тут разместились. О, я боялся, что могут убить. Так, что-нибудь менять будем. Плюс пять, пять варваров точно оставляем. Строителей я сделал. Вот эту можно поменять. Я бы, наверное, просто на производство поставил. И сколько нам Ранняя Империя, Политическая Философия. Тоже, блин, ни одну... Одну ГГшку всего лишь нашли и все. Так. Я бы, наверное, опять отошел пока. Хорошо, тут стоим. Стоим. Чтобы он сюда влез. Так, зашибись. Дополнительный, кстати, караван можем делать. Так, пока уровень. Тут стоим. Странно, что он не подходит. Видите, в курсе, чувачок, что наваляют. Жалко, что они, конечно, без... Вот... Что в варварских кланов нет названий, если не включать этот режим варварские кланы. Почему бы им и в обычную игру это не встать, чтобы у них название больше. Можно было как-то обращаться. Ладно, значит, тут вырубаем. И священочку ставим. Пока это все на плюс один, но, как видите, у нас тут планируются неплохие места. Так, орошение. Каменная кладка будет семь ходов. О, уже пошли, блин, ребята. Плюс четыре, нифига себе. Они карточку, что ли, поставили? Ну, тут же плюс два. В мистицизме. Фак. Черт, надо почитать, наверное, проекты. Смотрите, сколько. Ну, тут точно не пять. Так, мне надо читать все-таки на... на религию, потому что не хватит, очевидно, пророков. Пусть у нас явно не пять религий на этой карте. Наверное, поставим пока, кстати. Почему нет? Так, вырубили. Значит, этот идет сюда вырубать. Шесть ходов до каменной кладки. Тогда мы обработаем чай. И вырубим дерево. Так, наверное, надо сюда ввести рабочего. Деньги на выкуп клеток у нас есть. Наверное, надо было... Не, хватит денег, ладно. Ранняя империя. Тут мешается эта аютхая, конечно, долганая. Так, все. Входим сюда. В следующем ходу мы, по идее, должны убить этого... прачника и захватить... лагерь. Тут вырубаем. И... плюс шестнадцать. Блин, ну надо еще, видимо... Делать проект. Или все-таки... Не, молитву два... Два хода надо. Чтобы уже точно пророк... Мы еще первыми это возьмем. Точно надо. Там как-то они резко... Резко ломанули в религию все. Так. Блин, нет, это больновато. Ладно, пока стоим. Потому что я могу... Я могу сейчас захватить лагерь, но, скорее всего, тем, кем я захвачу, его убьют. Зачем мне это надо? Так, тут... Девяносто пять. Ух ты, что-то... А что-то дорого так. Но надо. Это опять же надо. Просто надо. Здесь сколько стоит? Тут подешевле будет? Шестьдесят пять. Знаете, наверное... Выкуплю. Пока деньги не на что тратить. А вот... Это я сразу практически пророка сейчас получу. Так. Шесть не хватает. Блин. Ну, я бы, наверное, тогда пророка сейчас за веру выкупил. Посмотрим, сколько он будет стоить. То есть, сейчас у меня плюс один будет вход. Пятьдесят пять. Пятьдесят... То есть, у меня, грубо говоря, шесть ходов. Эти ребята и побыстрее могут. Ну, тут двенадцать-десять. Но, может быть, они тоже что-нибудь читать будут. Ладно, пока... Пока я больше проект не буду делать. Так много потрачено. Ранняя империя. Создание поселенцев. Да, наверное, надо поставить. Подходим. Надо скаутов сделать, чтобы других ребят найти. Другие цивилизации найти. Два хода до... ...возможности вырубать камень. Так, а пошли сюда. Я использую вырубля. Я сразу, наверное, еще одного посила поставлю делаться. Так, и сюда. Раз у нас магнус. Раз мы поселенцев делаем. Раз у нас карточка плюс пятьдесят процентов, то надо на вырубку ставить. Создание поселенцев не уменьшает его население. Стоим. Очень хорошо, что он другого прачника мотакал. Сейчас вот мы заберем этот лагерь. Есть. Плюс три. Так что... Восемь ходов. Пять. Сто девяносто. Да, следующим ходом, мне кажется, мы... ...сможем за веру выкупить. Ладно, сейчас посмотрим. Как оно, конечно, все идти будет. Но выглядит так, что вроде как сможем. Я думаю, с Ают Хаю надо захватывать. Еще лагерь. Так, ну что. Я думаю, сюда и поведем. Сразу ставлю следующего посела. И вот здесь собираем камень. Ну, как минимум, тут и тут надо поставить город. А Ают Хаю мы тоже будем захватывать. Так, грузины видят цель, как им развиваться. Тут единственное, что очень плохой проход, видите. Тяжеловато идти будет. Так, что у нас? Ага, сто восемьдесят. Блин, я посмотрю. Может быть, если... ...оно само набьется. Я бы, конечно, не тратил веру. Я бы лучше веру, например, на миссионера потратил, чтобы распространять религию. Так, ну это у Колумбии взят. Кампус и полководец. Великий ученый и полководец. Хотя удивительно. Обычно они в первую очередь на пророков именно делают акцент. А тут почему-то... ...начали с ученых. Да, блин. Не убилось. Так, и это вырубаем. Так, мне здесь, наверное, надо... ...сюда пойдем, чтобы защищать вот этого поселенца. Что-то этого мы тут поставим. Ну, этого, наверное, сюда. Да. Тут какая-нибудь тоже поставим? Ну, блин, прям в тундре немножко жалко. Так, как по великим людям? Шесть ходов, три хода. Я уже могу пророка покупать, но... ...обождем слегка. Поселенец, поселенец. Ну, наверное... Блин, ну мне больше вырубать тут нечего. Холмы. Блин, я тут вырубать нечего для поселенца. Давайте, наверное, тогда святилище построю, чтобы... ...религию распространять можно было. Блин. Сможет ли у меня дойти посел? Давайте вот как-то так поведу. Это сейчас скаут пойдет сообщит о моих... ...городах. Так, и ко мне сейчас... ...нехорошие люди прибегут. Ну, тут можно просто стоять теперь. Потому что... Тут я, наверное, этого тоже оставлю. На всякий случай. Но, в принципе, у них через... ...через реку... ...хрен пробьешь. А мне прямо вот сюда и надо идти. Так. Два хода, пять ходов. Конфуция получим. Блин, ну если получим Конфуция, наверное, на конфуцианство основывать. Или для Грузии православие. О, уже получил. А, почему? Плэш написано два хода. За счет чего тут дополнительно... Так, ну, следующим ходом основываем религию, ребят. Первыми причем. Так, где я хочу? Наверное, вот сюда хочу. Шахту, чтобы 2-2 было. Клеточка. Стоунхенш. Ну, через реку вообще... ...не заморачивается. Компьютер. О! Уже и я на крестителя успею. Ну, религия, наверное, не да. Все-таки я первую религию основываю в мире. Интересно, кстати, а за это больше дадут? Я думаю, что, знаете, на этой планете все-таки Конфуция основал православие. Накорми мир возьмем. Ну, потому что у нас нету соседства большого. А что нам трудовую дисциплину? И... И... Наверное, Гурдвару возьму. Первая в мире религия есть. Ну, по-моему, оно и так, и так плюс 3 было бы. Ну, вот, сэкономили все-таки веру. Теперь я смогу миссионера купить и сразу распространить религии. Блин, а может я не дам сейчас скауту добежать, между прочим? Может он не успеет сейчас сообщить? Так, колесо открыли. Ну, давайте, давайте, давайте. Это моя письменность, но я отложу. А, кстати, еще и плюс 2 за счет того, что город свою религию обратил. Получается. Да, вроде он не успел сообщить. Так, мастерство должно ускорить. Ученичество, точнее. Хм. Ну, пофигу, честно говоря. Он мне не помешает город поставить. Пока тут стоим. Есть священное место. Мне бы вообще на самом деле в деньги, но ведь это через письменность. Вообще, знаете что, давайте, давайте скаута построим. А, торговца, торговца. Сначала торговца. Скаута, наверное, в Тбилиси построим. Потому что надо, надо кого-то находить, соседей вообще понимать. Все глубину наших глубин. Что у нас вообще-то происходит? Где соперники? Куда нам двигаться? Блин, куда ты, скаут, забежал? Тебе тут не рады. Значит, реально делаем скаута в городе. Покупаем сразу, как святилище построили. Нанимаем миссионера. Ух ты, 150. Не, ну надо, надо. Я бы сейчас просто обратил сразу все города. Они будут... У него три заряда будет. То есть как раз горе и вот эти два новых. И очень хорошо будет религия распространяться дальше. Так, наверное, тогда сюда подхожу. Лучше с лагерем разберусь, чем с этим скаутом. Проблемы, наверное, вот тут... Очень все гориста и очень плохо. Ну, слушайте, вот и прошлая партия за греков примерно так же была. Давайте местами поменяем. Этот полностью хоть вылеченный. Даже вышел, вы посмотрите. Чтобы не навалять прям. Хочет прям гадость какую-то сделать варвар. А я думал его пощадить, но теперь нет. Теперь точно нет. Так, ну я бы еще поселенца, наверное, после разведчика, все-таки поселенца бы сделал. Накорми мир. Офигительно работает. Светилища и храмы дают три пищи и два жилья. Ну, то есть три пищи сейчас дают. Так, этого скаута сюда отправим. Игра считает, что и так я быстрее пробегу. Тут надо исследовать. Явно тоже хорошие места есть. Но сюда я не поведу, пока дороги не будет нормальной сделано. Плюс два. Нет, должен в героический выходить. Прям. Прям, по-моему... Зашибись. А раз мы выходим в героический, то у нас от трех вещей будут потом очки эпохи идти за счет способности Грузии. И очевидно, что нам проще будет дальше в золотой выйти. Так, еда, производство. Отлично. Все тут работает пока у меня. Как там религия? Синтаизм еще. Храмы и святилища культуру производят. Ват, науку. Игра почему-то предлагает здесь ставить. Хотя на воде очевидно, что... Ну, в смысле, на реке очевидно, что тут лучше. Потому что... Сразу жилье плюс... Так, давайте сразу этого прибьем. Паренька. И здесь. Плюс три. Сейчас еще по плюс два за обращение городов. Еще как минимум двадцать три хода эпоха, да. Ну, тут очевидно, прям героический век уже. Так, к Руставе сначала обращаем. Ну, и, наверное, из Руставе отправлю первый караван. Ну, видите, письменность так открыл. Нам надо в деньги выходить, понимаете? И ждать, когда мы встретим цивилизацию, не дело. А сейчас я ускорю как раз торговым путем. Центры коммерции строить. Конечно, классная способность. Если вы религию основываете Грузии, то, конечно, вот эти... Вера за убийство... Ну, собственно, как и культура у греков за убийство. Это, конечно, очень приятно. Другое дело, видите, я как заранее в религию пошел. Почему как бы слабость Грузии? В том, что это не связано друг с дружкой. И если бы я сейчас вначале не пошел в астрологию, даже без нахождения чуда природы, я просто не успел бы религию основать. Все, обратите, все. Все люди этого типа уже получены. Уже все пророков. Просто еще они не довели до... Ну, пять религий, кстати. Я думал, меньше будет на восьмерых. Ну, пять религий. Но я там не успевал. Там уже начинали читать-то все это дело. Так. Ну, наверное... Блин, амбар или строителя. Или вообще поселенца. Двенадцать ходов поселенец. То есть, ну, этот я сюда, например, отправлю, а этого можно куда-то вот сюда повезти. Так? Давайте, наверное, поселенца, и мы тогда закончим вообще... Ну, то есть, нормально у нас все. Мы расселимся прям. Можно будет спокойно дальше уже развивать города, не беспокоиться, что нам там места не хватит. Так, пошли исследовать, что у нас здесь. Я даже, наверное, в горе отправлю, а не в Тбилиси. Потому что у нас вот этот поселенец пойдет по этой дороге вот именно так. Отлично. Больше нам тут не мешаются. У нас реально Кавказ, мы на таком... В такой какой-то резервации находимся. Где... Ну, тут должны быть соседи вот здесь уже. Срепок. Блин, а у нас точно Пангея? Я что-то задумался. А тут не показал. Не, ну я Пангею точно составил, господи. Такой выглядит, как будто опять какой-то... Мой отдельный континент. Наверное, где-нибудь тут поставлю, чтобы... Варвары не появятся. Хотя, может, а что плохого, если они будут появляться? Блин, обращение через 5 и 4 ходов. Так... Нету смысла миссионеры использовать. Пошли какую-нибудь Аютхаю, ну или... Как его? Разведкой займемся. Джибель Баркала. Так, ну выглядит так, что я здесь тоже могу города ставить. Тем более, что миссионеры быстро бегают. Вообще, ни одного вулкана нету у меня на территории. Так, ну мне такая нету смысла тут так стоять. Можно просто... Где-то тут... Я даже полетел и даже эти города-государства не нахожу. Один город-государство всего лишь. Так. Я думаю, что надо купить строителя. А, 260, нет. Не забывай, что на стандартной скорости цены совершенно другие. Так, ну... Надо ли мне античную республику? Наверное, надо, потому что это получает жилье и довольство. Но ни с кем не воюю. Так. Создание поселенцев оставляем. Плюс два влияния за ход. Ну, наверное, производство. Унижает стоимость покупки клеток. Торговые пути. Создание строителей. Содержание юнитов. Пока что-то это... Ну, изоляционизм точно нет, потому что мы поселенцев строим. Монашество. Кстати, минус две культуры, но зато плюс пять науки. А. Вообще интересно. Давайте поставлю. Почему нет? Блин, тут даже рынки никто не собрал. Короче, нам тут, походу, повезло... ...с генерацией карты в очередной раз. Гонконг. Ну, вот Гонконг я не первый встретил. То есть Гонконг хоть кто-то знает. Ну, такое ощущение, что мне вот тут надо все заставлять городами. Захватывать Гонконг. Захватывать Аютхаю. Делать такую грузинскую империю. Огромную. Так. Ну, я бы дальше, конечно, мистицизм, теология. Пошел. Посмотрим, кто тут есть. Так. Триолецкий хребет. По-моему, это не грузинская, нет? Мачу-Пикчу уже кто-то построил. Мне до Мачу-Пикчу еще... Где она? Во, инженерное дело. Сколько открывать? А там уже кто-то построил просто. Охренеть. Да, ну тут мы точно где-то город. Скорее всего, тут прям на реке надо поставить. Долговато будет, конечно, поселениц идти. Этим мы ставим где-то вот здесь. Потом надо будет здесь и Гонконг тоже захватывать. Но сначала я тхаю. Для этого надо как-то вот тут исследовать территорию. О, Аншан. А вон и чьи-то границы. И это Александр Македонский, кстати. Пора уже встретить хоть кого-нибудь и объявить ему войну. Ну я что-то вообще... Что-то так... Такая у меня резервация здесь опять. Что-то игра здесь предлагает ставить. Ну, типа, можно и до реки дойти. Но мне все-таки вот тут больше территория нравится. Вот на этом холме. Прям под горой почему-то. Или вообще прям на железе. Прям на железе, чтобы вот еще до этого краба дотянуться. Наверное, да. Так, ну пока... Пока, наверное, прекращу строить. Поселенцев. Сколько? Один ход до Центра Коммерции отложу. Значит, на один ход производства. Господи, как они там чудеса клепают. Тут, наверное, ничего не так. Кстати, заповедник. Возможно, мне тут заповедники неплохо зайдут. Где престиж-то... Вот сюда, если я ставлю заповедник. А, я не могу рядом с Центром города. Да. Надо подумать. Но, в принципе, заповедники могут неплохо здесь встать. Так, поехали. Центр коммерции. Блин, тут вообще еще такой... Я реально такой еще не как будто... На отдельном острове. На самом деле, нет. Но я так огорожен тут. Очень интересно. Так, мореходство, пожалуй. Не, не будем менять. Мне нравится вот это. Как оно капает. Так, создание поселенцев пока тоже оставляю. Еще пять ходов. Это не то, что жизнь... Ага, вот и граница Александра Македонского. Интересно, у него религия основана? Если нет, я бы ему... Хотя, сначала Айтхайу, пожалуй... Обратить будет... Так, монумент. Ну, наверное, строителей делаем. Мне бы еще гавань. А гавань два морских ресурса. Значит, строителям как раз черепах обработаем. И, не знаю, либо рыбу, либо этого краба. Надо будет отложить навигацию открытия. А, вот и Александр. Так, большая честь, по-моему... Посидеть в ближайшие из моих городов. Это все-таки я не показываю ему свой город. Мы сейчас, по-моему, должны войну объявить все равно. Александрия Прафтазия. Мне казалось название Александрийская Фантазия. Знаете, такое... Так. Фига себе, 70 науки. Он уже с кем-то в войне, кстати. Так, внезапная война. Но, похоже, Александр нам закрывает проход вообще ко всем остальным. Потому что мы долгое время будем только Александра, похоже, видеть. Так, не знаю, наверное, верну. Поставлю вот сюда дуболом. Вот сюда я хочу город ставить. Раз, два, три. Да, очень хорошо. Вот именно сюда надо ставить город. Помечу. Офигительно он тут будет выглядеть. Ну, а Ютхаю надо будет захватывать. Но, конечно, вот это постоянное отставание от компьютера. Да, религию он основал. Блин, они взяли... Смотрите, они набрали апостолов, но религии до сих пор не основаны никем. А где ваши апостолы? Так, там, наверное, будет... По-другому можно было посмотреть. Вот так. Прежде наняты апостолы. Александр только ученого нанимал. Значит, у Александра нету своей религии. Здорово. Можно тогда... Тогда имеет смысл, наверное, крестовый поход взять. Как вы думаете? Ух ты. Тут вообще, что ли, прохода нету? Охренеть. Блин, я не знаю, как ли такие карты генерируют. Вы уж извините. Надо пойду сюда посмотреть. Ну, я уверен, что тут вот просто вот гора Кавказ. Вот так вот. Тоже строителя. Так, два хода. Хотелось бы что-нибудь открыть побыстрее, чтобы поменять карточку с поселенца на строителя. Опять же, того же. Но... ГГшку кто-то захватил. Тут ставим город. Озеро Палеостоми. Кто из Грузии? Расскажите, хорошее озеро? Точно горы. Обалдеть, конечно. Вообще не хочу Вайдхаю посылать послов, чтобы она не разрасталась. А ее, кроме меня, по идее, никто не должен видеть. Поэтому я и хочу объявить войну. И просто воевать. Давайте, наверное, подводим сюда потихоньку юниты. Этого одного тут оставлю. На случай появления варваров. Никуда пока не отправляем. Я думаю, тут еще какой-то будет проход. Но вот здесь точно нету прохода. Да, интересные места у меня получились. Так, тут дорога уже проложена. Навигацию по звездам откладываем. Давайте судостроение. Мне, наверное, надо... Прямо реально судостроение, чтобы других встретить. Так, ну тут я пройти не могу уже. Возвращаем скаута. Ну, я, наверное, обращу Аютхаю. А потом дальше миссионерам пойду исследовать. Наверное, вот отсюда все-таки хочу тут открыть. Миссионеры еще хороши тем, что им не мешают другие юниты. Они как бы на другом слое. И... То есть им только другие религиозные юниты могут мешать. Есть поселенец. Так, переключусь на рост. Максимальный. 8-7 ходов, да? До трех. А смогу я вообще, когда четыре жителя будет? Потому что, наверное, надо амбар ставить. А то медленно город растет. Так, а я там с ГГшками никакими не воюю. То Гонконг, мне кажется, поти вполне может вот этой триремой захватить. Великая библиотека. Блин, так... Они там так клепают все эти чудеса. Без остановки просто. Да, просто горы. Это даже... Александр даже не может увидеть Тойот Хаю, если только не будет в эту сторону клетки выкупать. Хотя я не думаю, что он это скоро будет делать. Попробую хотя бы так пролезть, что ли. Да, и тут Тбилиси надо бы до семи вырастить, чтобы правительственную площадь ставить. Да, тут очень долго будет поселенец идти, но... Его надо туда отправить. Тут даже не... У меня больше, собственно, не осталось хороших мест. Тут я когда-нибудь город поставлю, в надежде на постройку собора Василия Блаженного. О, восемь ходов античность. Так. Ну, я должен выходить, по идее. Сейчас Ают Хаю обращаю, Руставе тоже должна сама обратиться. Александрея Прафтазия тоже должна сама обратиться. Так что должен быть героический век, я думаю. Героические грузины выходят в героический век. Стены он тут не строит, так что я думаю, мы потихонечку тут пролезем пищем. Ну, рынок. Нам нужны караваны, нужны везде эти дороги в этих горных местах. Как и в прошлой партии за Грецию, вот эти все холмы и горы будут задерживать нас. Блин, может уже объявить войну Ают Хая? Опа. Так, а вот это нежданчик, честно говоря. И этот обращение семь ходов. Блин, может мне миссионера еще купить тогда? Четыре хода, но это не факт, что вот этот через четыре хода вырастет. Вообще не факт. Ладно, подождем. Если что, я в Горе куплю миссион... А, в Горе нету святилища. Хорошо, куплю святилища за 280, у меня будет столько. Куплю миссионера и в Руставе тогда, если мне не будет хватать очков в эпоху. Я не хочу Ают Хаю просто обращать, я хочу миссионерам именно разведкой заниматься. Ну ладно, проатакуют, я попытаюсь тут пролезть все-таки. О, меня не атакуют? О, все-таки есть этот Жанет Данься, который плюс два дает. Но никто его не обрабатывает, я смотрю. Так, ну походу все-таки я выхожу в Золотой Век, потому что у меня остается два очка эпохи, в героическом, два очка эпохи, шесть ходов, ну поти, ну какой-то из этих городов должен обратиться в религию. Так, максимальное судостроение. Поехали. Так, наверное, сначала все-таки железо обработаю. Нет, давайте, давайте черепахи, черепахи. Хочу здесь черепах и крабов и открыть навигацию по звездам. на обработку железа переключу. Стою тут, чтобы этот сюда не заходил. Интересно, конечно, город, все равно у Александра стоит, не используется чудо вообще это никак. так, а я... А, блин, а я не открываю гавань, по-моему, следующим ходом. Блин, а что у нас на поселенцев? Драма и поэзия два хода, да? Я уберу карточку на поселенцев. Я в героишеком веке выйду в монументальность и просто оставшиеся вот сюда и сюда города я просто куплю в Тбилиси поселенцев, понимаете? То есть карточку буду убирать. Ну, тогда, наверное, пока еще одного рабочего поставлю карточек на рабочих. Давайте рабочего. Хотя, может быть, амбар тут имела смысл тоже. На другой стороне я сейчас обработаю кое-что и жилье появится. Блин, четыре хода. пять ходов обращения, один. Ну, надеюсь, поти следующим ходом обратится. Я просто думаю, что вот мне сейчас покупать ли за деньги клетки. я же хотел на святилище оставить, чтобы миссионера можно было купить. Знаете что, давайте не буду, тут один ход написано. Один ход. Надо было железо обрабатывать. Через один ход она сама добавится. Так что пока так. Блин, и тут один ход. У меня гавань следующим ходом я ускорил. Ладно, давайте еще одного строителя. У меня тут много клеток для обработки, прямо скажем. Так, драма и поэзия. Сменяем поселенцев на создание строителей. Знаете, наверное, уменьшу стоимость покупки клеток. Хотя, подождите, нет. тут эти клетки сами добавились. Я сейчас буду обрабатывать те клетки, которые и так добавлены. Я не собираюсь тут пока ничего покупать. Просто вот обрабатываем. Блин, открылась все-таки гавань. Я думал, я думал, не хватит там ускорения для открытия гавани. Ну, да ладно. не хочу меньше покупки клеток ставить. Поставлю только на строителей. Это пока все оставлю. Вот эта черная карточка на науку очень неплохо у меня здесь работает. еще и махенджи даро. Ну, вот я и встретил три ггшки. Правда, познаю. Господи, еще смотрите, какие тут горы. Фига, тут двойной заслон просто. Вообще, вот этот город Александра изи, мне кажется, захватывает. То есть, когда я Гонконг возьму, то есть, это само собой разумеется, что это следующий. Все, Поти обратился и я набил на героический век. Слава богу. Я бы, наверное, уже тогда Аютхай и войну объявлял. Хотя бы, милины начала этого миссионера как-то провести, чтобы его не зарезали горячие кавказские Аютхайцы. Тут, конечно, опять идея с этими должна быть с тоннелями. Намного проще было бы нападать. Так, я бы, наверное, как-то вот так встал, чтобы он мне чай не разграбил. Теперь железо обрабатываем. А это это же мне все веру будет давать. Ой, у меня тут веры дофига будет. Я в следующей эпохе монументальности просто за веру столько всего напокупаю. Ну вот это как тут скаутом? Вот реально скаутом тут невозможно исследовать. Как раз миссионерам лучше всего получается. Так, встану сюда. Миссионерам бежим дальше. Ну, теперь, наверное, Аютхай можно и объявить войну. Просто прокачиваться блин, он что-то неудачно сюда перешел. Давайте, наверное, дуболома ведем этого на железо. Этого на железо перебрасываем дальше на математику пока. Кстати, две галеры тоже было бы неплохо. У меня тут есть 100% к морским юнитам. Да. Вот это надо будет поставить, когда теологию откроем и галеры построить две штуки. Как раз через пять ходов идти в Руставе и в Кутаисе рабочие будут готовы. Блин, давайте я пока пропущу ход. Я надеюсь, что он сейчас вернется обратно. Не хочу, чтобы он отсюда на какой-то из районов встал и начал грабить его. Так, рост. Что-то слабенько все равно растет. видимо, святилище надо, раз накорми мир. Есть монумент, строительство. Ну, вообще, строителя могу изолеру наверное купить. Давайте уже гавань тогда. Аншан. Александр стал союзником Аншана. И вот мы вышли в Средневековье. Героические грузины в Средневековье. Как оно пойдет уже в следующей серии? Давайте будем смотреть. Спасибо, что досмотрели. Возмущайтесь опять слишком хорошим стартом, конечно, в комментариях. Ну, случайность, как всегда случались. Возможно, ну, блин, с другой стороны это показывает, где вот у вас появляются цивилизации. Почему бы да и не использовать? Все. Продолжение спонсора могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо вам большое за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok